Здравствуйте, уважаемые трейдеры! В начале прошлой недели был зафиксирован ничем не подкрепленный эмоциональный отскок американских индексов. Инвесторы вдруг увидели возможность на разборот монетарной политики в сторону смягчения. Впрочем, как и стоило ожидать, их следом ждал холодный душ и погружение в реальность. А реальность такова, что траектория движения процентных ставок пока не меняется. Об этом высокопоставленные члены ФРС поспешили напомнить. Федорезерву пока рано думать о паузе в цикле повышения ключевой ставки, поскольку инфляция еще не прошла пик роста. Она оказалась более устойчива, чем ожидалось, что является довольно веским аргументом для увеличения ставки регулятором до уровня, ограничивающего экономическую активность. Исходя из свежих комментариев, регулятор продолжит подъем ставок в начале следующего года, даже при признаках замедления экономического роста. Уолл-стрит сильнее погрузилась на этом фоне в отрицательную территорию. Прошлая неделя в минусе. Акции вернулись к самым низким уровням более чем за два года. Начало новой недели также не предвещает оптимизма. Ближайшие сессии обещают быть напряженными, так как рыночные игроки предвкушают публикацию индекса потребительских цен в Соединенных Штатах, который, как ожидается, не порадует. Высокие цены на энергоносители могут усиливать инфляционное давление. Оставайтесь с нами, досмотрите это видео до конца и делитесь своим мнением в комментариях. Новая неделя ознаменована не только данными по инфляции. Выйдет также отчет по рознице за сентябрь. Выступят несколько чиновников РС. Будут опубликованы протоколы заседания Комитета по операциям на открытом рынке. Иными словами, рыночным игрокам будет на что опереться в дальнейших своих стратегиях и прогнозах. Важно и то, что в Соединенных Штатах начинается сезон отчетностей. В целом же инвесторы получили важный сигнал на то, что ФРС продолжит путь ужесточения политики. На ближайшем заседании ожидается повышение ставки по меньшей мере на 75 базисных пунктов. Так называемые нонфармы, данные по занятости в США, в конце прошлой недели подтвердили такой шаг со стороны регулятора. Отчет о занятости продолжил указывать на напряженный рынок труда. Тем не менее, статистика оказалась умеренно позитивной. Экономика США добавила 263 тысячи рабочих мест в сентябре. Это выше прогнозов, которые предполагали при росте в 250 тысяч. При этом рост показателя замедлился по отношению к прошлому месяцу. Напомним, августовский показатель составлял 315 тысяч. В этом году рост числа рабочих мест достигал в среднем 420 тысяч в месяц по сравнению со среднемесячным показателем в 562 тысячи в 2021 году. Между тем, доля экономически активного населения практически не изменилась и составила 62,3%. Инфляционный показатель среднечасовая заработная плата поднялся в годовом выражении на 5%, но по сравнению с 5,2 в августе и консенсус прогнозом в 5,1%. Такой макроэкономический фонд поспособствовал резкому падению американских индексов в пятницу и продолжил их удерживать на отрицательной территории в понедельник. Хотя инвесторы уже не так активно распродавали. Стоит отметить, что в понедельник в Соединенных Штатах национальный выходной по случаю дня Колумба. Торги акциями на Nasdaq проводились. Американский рынок облигаций был закрыт. Индекс Dow Jones на высоковолатильных пятничных торгах потерял более чем 600 пунктов. Между тем, недельные изменения были символическими за счет отскока рынка в начале недели. На скачок вверх сложно не обратить внимания, он был достаточно внушительным. Если ориентироваться по S&P 500, то он за два дня набрал 6% после пессимистичного сентября. В первом осеннем месяце потери индикатора составили 9,3%. Отскоку акций поспособствовали данные по производственной активности и вышедшие следом данные по занятости. Они вселили в инвесторов надежду на то, что ФРС может замедлить темпы повышения ставок. Однако, как мы все помним, на рынке в последние месяцы подобные ралли уже случались, и все они заканчивались одинаково. Акции разворачивались и откатывались к новым минимумам. ФРС не изменила свои планы тогда и вряд ли будет что-то менять сейчас. Это и заставило инвесторов сомнением относиться к произошедшему отскоку на прошлой неделе. Инвесторы переживают непростой год и все-таки продолжают надеяться на то, что недавние признаки неустойчивого экономического роста рано или поздно побудят ФРС США и другие мировые центробанки притормозить в борьбе с инфляцией, провоцируя временами резкий подъем акций и облигаций. Пока же скептицизм в отношении отскока акций и облигаций перевешивает. Рыночные акулы, такие как UBS, склонны считать отскок американских индексов всего лишь перепроданностью. На кратковременное восстановление, возможно, повлияли действия по медвежьи настроенных игроков, которые закрывали свои позиции после глубоких сентябрьских падений. Достигли рынок дна падения? Сказать сложно. Как отметили в Банков Америка, среди розничных трейдеров практически не наблюдается признаков капитуляции, что говорит о потенциальном достижении рынка медна. Тем временем индекс Сибой Волатилити, известный на Уолл-стрит как индекс страха, не достиг уровней, которые бы говорили о прохождении поворотных точек при прошлых распродажах. Рынок медвежий и с этим сложно не согласиться. По времени он самый продолжительный с 2007-2009 годов. Средняя продолжительность падающих рынков за последние восемь десятков лет составляла 14 месяцев, хотя за этот период происходили медвежьи рынки с самой резкой и самой разной продолжительностью. К примеру, в 2020 году в разгар пандемии он длился всего один месяц, а в 2000-2002 год более двух лет. Еще одним доказательством того, что отскок начала недели был всего лишь временной коррекцией, является динамика индекса S&P500. Как мы уже отметили, в сентябре он потерял 9,3%. Каждый раз, не считая 2008 год, когда потери индикатора в этом месяце превышали 7%, в октябре происходил отскок. После отскока в начале недели только за одну торговую пятницу индекс широкого рынка S&P500 терял более 3%. Сомнения относительно завершения текущей полосы снижения все же превалируют. На это есть масса обоснованных причин. В первую очередь стоит отметить фактор центральных банков, которые продолжат ужесточать политику. Есть большие сомнения, что какие-то данные, даже если они чрезмерно негативные, смогут убедить ФРС отложить очередное сильное повышение ставок в ноябре. Кроме того, согласно ожиданиям рынка, рост прибыли по S&P500 за третий квартал составит только 3,2%, и это самые незначительные темпы прироста за два года. Основной прогноз по S&P500 опирается на медвежий уклон. Однако в первой половине четвертого квартала возможно короткая фаза восстановления. Учитывая произошедший недавно сильный бычий импульс, в конечном же итоге должен происходить устойчивый прорыв показателей ниже. Целевым уровнем выступает отметка 3595 пунктов. Прорыв этого значения приведет к падению дальнейшему в области отметок 3235 и 3195 пунктов. Между тем, в начале недели тяга к риску получила очередной удар на геополитическом фронте не то чтобы неспокойно. Свежие новости указывают на эскалацию конфликта на Украине. По Киеву и ряду других регионов были нанесены ракетные удары. Это последовало после взрыва на Крымском мосту. В понедельник S&P 500 пытался удержаться над уровнем поддержки в 3600 пунктов. Есть риски снижения в район 3400 пунктов. Движение технологически ориентированного NASDAQ было синхронным. Индикатор в пятницу упал почти на 3,8%. И неделя также была завершена в минусе. Что касается корпоративного фронта, то на этой неделе с 14 октября стартует сезон публикации отчетов за третий квартал. В ближайшие дни свои данные обнародуют крупнейшие американские корпорации, включая JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley и Citigroup. Фондовые индикаторы, как ожидается, могут показать сильную реакцию на публикацию корпоративных данных. Быки обязательно проявят себя. Если сезон отчетности окажется не таким плохим, как прогнозировалось заранее. Оценки на третий и четвертый квартал были резко ухудшены, инвесторы умерили свои ожидания. Это в некоторой степени объясняет слабость рынка в течение третьего квартала. Ключевую роль в падении акций в прошлом квартале сыграли опасения относительно денежно-кредитной политики ФРС. При этом влияние прибыли тоже нельзя недооценивать. Что касается низких прогнозов по корпоративной отчетности, то здесь есть некий плюс. Компаниям будет проще удивить рыночных игроков более высокими, чем ожидалось показателями. Настраиваться на позитив раньше времени тоже нельзя, поскольку результаты некоторых компаний обязательно разочаруют. Разочаруют, к примеру, данные таких компаний, как Nike, Micron, начитавшихся в конце сентября. Разочаровали таки, что спровоцировало обвал их акций. Давление также оказали пессимистичные прогнозы. Но есть компании, прогнозы на которые существенно не менялись. И здесь может быть реакция в случае отчетов, не дотягивающих до озвученных отметок. JP Morgan представит свои результаты на старте отчетной недели уже 14 октября. Прогнозы финансовой корпорации не менялись кардинально. Они снизились после результатов за второй квартал, но с тех пор практически не потерпели изменений. Акции JP Morgan резко упали с августа, но сейчас они почти на июльских уровнях. То есть падение было по большей части компенсировано. Это может означать, что рыночные ожидания в отношении этой и многих других компаний не были скорректированы в сторону понижения. В целом, этот сезон отчетности может оказаться не таким плохим, как кажется, даже с учетом негативных тенденций. У быков таки появится повод для ралли. А ситуация может стать приблизительно такой же, как в июле и в августе. Стоит отметить, что важную составляющую будет играть не столько отчет за третий квартал, сколько прогнозы на четвертый. Совершенно точно в центре внимания останутся акции Tesla после того, как данные по продажам в Китае достигли месячного рекорда в сентябре. Похоже, восстановление компании после закрытия завода в Шанхае из-за вируса, составляющего в начале этого года, прошло успешно. Мы продолжаем следить за ситуацией, чтобы вы всегда оставались в курсе всех событий. Не забывайте подписываться на канал и комментировать видео, ведь мы работаем для вас, снимая самые актуальные выпуски каждый день и каждую неделю. На этом мы завершаем наш выпуск. До новых встреч!